Всем привет, дорогие друзья! А наш отпуск начался. Вы думаете, почему я пригибаюсь? Хочу к вам в кадр попасть. Мы едем на двухэтажном поезде. Друзья, едет наш двухэтажный поезд. Мы специально взяли на него билеты. Вот оно, мам, дорогая. Уже уселись, сидим на втором этаже. Я вам сейчас прикол покажу. Но сначала посмотрите, как мы сюда добирались. Вы сейчас увидите, какой красивый Волгоград, сколько там много роз. Я сижу в прекрасном месте и жду своих детей. С сыном я уже встретилась. Он пришел со своей девушкой и забрал передачку из деревни. Два огромных куска мяса. Дочь у меня побежала в магазин докупить то, что... Ну, я не думаю, что он теплоходит. Там шампуни будут выдавать, либо что-то еще. Мы из дома не взяли. Здесь Ашан недалеко. У нас, девочки, до поезда время есть. Посмотрите, какие розы. Вот этот парк разбили, наверное... Ну, я не знаю, в прошлом году, наверное, закончили. Занимались реконструкцией года два, наверное. Ну, быстро они сделали. Какая красотища. Вы посмотрите. У меня вообще нет слов. Такие красивые розы. Все хорошо. Только вот где я сижу, видите, вот мои вещи стоят, и я жду. Тут пивнуха прямо вот напротив. Нехорошо, потому что, видно, судя по всему, они там сидят. Эти с пивнухи вон там курят, блюют. Ну, как всегда, культура из нас прет. Посмотрели. Ну что, давайте в подробностях. В общем так, мы на втором этаже, друзья, одни, вдвоем. Я так подозреваю, что здесь вообще никого не было. Я делаю такой вывод, потому что сейчас сами увидите. Вы видите на полу эти следы? То есть здесь была Таня. До меня здесь не было никого, друзья, на втором этаже. Поезд полупустой. Не знаю, почему никто не ездит. Так, вот двухэтажные. В общем, все купе выглядят вот так. Вот смотрите. Прохладно, конечно. В коридоре. В коридоре жарковато. Здесь вот откуда-то прям дует. Но это то есть такое же, как наше купе. Вот все говорят тут про эти скосы. Ну то есть если здесь головой лежать, не знаю, может будешь биться. Какие-то полки короткие, мне кажется, нет. Зарядка, багажная полка. Так, вещи можно положить только вот сюда. Полки жесткие. Ну вот. Вот. Смотрите, так заблокировано. Не могу. Ай, тут такие вот форточки. Вот там люди ходят. Мы на втором этаже. А назад поедем на первом. Но я вам потом, когда мы двинемся, вот я вам на первый этаж схожу. О нет, здесь люди есть. Все-таки мы не одни. Вот видите, здесь кулер с водой стоит. Ну и все. Я знаете, что жалею? То, что ночью будем ехать. Я красоты не увижу. Понимаете? То есть часть пути, большая часть, ночная. Ну как раз мы будем ехать не по нашей местности, да? Ну то есть, понимаете, про стейки, про Волгоградский, я и так все знаю. А мне хочется посмотреть на чужие пейзажи. Получается, что мы ночью будем проезжать. Прибудем мы в час дня, так как я встаю рано. Часов 6-7 я уже встану. Ну, все до часу. 6 часов на средней полосе. Может, у меня и хватит. В вагоне у нас 23 градуса, а за вагоном 28, по-моему. Кто-то идет сзади меня. На столике здесь лежат вот такие электронные ключи. Друзья, ну в общем нормально. Еще раз говорю, если учесть, что мы здесь одни, то просто замечательно. Друзья, едет наш двухэтажный поезд. Мы специально взяли на него билеты. Вот, потому что он двухэтажный. И Меретинский курорт. Так, друзья, конечное назначение я не помню. Смотрите, вот он, правда, двухэтажный. Видите, ну отсюда, наверное, не ухвачиваешь. Интересно же. Вообще, как вам сказать, отзывы о нем разные. Честно говоря, я не в восторге, у меня дочи захотела на нем ехать. Мне кажется, там будет тесно. Вот, три человека в кабине. Вот оно, мам, дорогая. Обалдеть, не встать. А он не такой длинный, между прочим. Друзья, это туалеты на вокзале. Здесь есть душевая. И все такое. Здесь стоят вот такие штуки. Ну, я не знаю, это для чего. Для... Что это значит? Что-то рук. В общем, я руки помыла. Больше ничего не знаю. Вот, дальше там, видите, там миски. Здесь душевые еще есть, между прочим. Друзья, и судя по всему, пока мы будем ехать, я буду вам снимать маленькие видосики. Знаете почему? Ну, пока есть интернет. Я почему сейчас вот срочно делаю видос? Потому что мы стоим в Волгограде, на железнодорожном вокзале. Интернет есть. Сейчас чуть мы продвинемся, интернет исчезнет. Страна у нас огромная. Покрыть все невозможно. Так, в чем я еду? Вот на мне футболочка. С таким вырезом. С таким вырезом мне футболки не идут. Здесь у меня юбка, которую я грозилась надеть. Я ее так и надела. Но я же не знала, что поезд будет пустой у нас, да? Вот. Я из удобства. Короче, на мне юбка. А под юбкой вот. Видали? Вот. Под юбкой. Бриджи. Лосины, короче. Ну, специально, чтобы не переодеваться, я же говорю, я в телеге уже всем рассказала, почему я оделась ими таким образом. Ну, а брючки и футболки у меня лежат в моем портфеле, который там, под полкой. Телефон у меня стоит на подножке. Ну, вот. На полку, чтобы залезть. В общем, здесь такая лесенка есть. И знаете, что еще в этом поезде интересно? Первый этаж, окна выходят туда. А второй этаж, окна выходят сюда. Ну, наверное, это... В общем, я не знаю, почему. Я почему знаю, потому что, когда поезд подъехал, я смотрю на первом этаже, я же сразу по окнам. Типа того, сколько народу. Вот. И в окнах видно, в общем, что там народу не очень много. Так. А это же можно ведь и поднять, правильно? Чтобы она над головой не висела. Там электричка подъехала. Так что так, друзья. Так что, видосики будут коротенькие. Не знаю, что мы там еще будем проезжать. Не знаю, когда я еще в эфир выйду. Покажу вам сейчас, чем я сегодня занималась экстренно-экстренно дома. Ну, потому что, прежде чем уехать, мне нужно было завершить все мои дела. Ну, вот посмотрите такую оконцовочку. Ну, и ждите, пока я опять включусь. Покажу вам. На какой-нибудь остановке станции я выйду. Сниму поезд как бы целиком. Главное, чтобы он без меня не уехал. В общем, всем пока. Прошло два часа. После того, как я утром вывесила вот эту пряжу, друзья, я хочу вам показать. Это пряжа-двунитка на будущий платок. Я ее смотала, ну, можно сказать, только что спряла. Только что здесь, я не взвешивала, может быть, грамм 150. Но я не про это хотела вам рассказать. Я пожалела, что я не стала снимать вам, как я ее стираю. Вы знаете, вот вы стирали когда-нибудь сапоги, испачканные в глине. Смотрите. Видите, какой желтый цвет у этого клубочка. То есть коза была грязная до безумия. Вода в ванночке, в которой я стирала, была черная, черно-коричневая. Вот эта желтизна, представляете, вся смылась. Видно вам? Я надеюсь, что видно. И пряжа приобрела вот такой совершенно превосходный вид. Вот серая, красивый цвет, замечательный. А была вот какая. И пушистость, все сразу у нее появилось. Я очень довольна. И когда я воду уже вылила, я пожалела, думаю, что же я зрителям не сняла. Как все это выглядит до обработки. А ведь это щипанный пух с боков. Но я покупала коз в этом году, зимой. И покупала их на севере нашей области. А там погрязнее, конечно, чем у нас. У меня козы более-менее чистые. А у меня еще будет такая пряжа. То есть это как бы начальный этап вязания платка. Это я уеду, а пока вязальщица будет вязать. Я буду потом еще подпредать и, естественно, буду стирать. Ну а здесь тоже пряжа уже высыхает. Я специально сюда вывесила на солнце. Вот эта пряжа белая, хорошая. Я покупала пух, но отдала его почесать. В нем ость. Слушайте, ну когда ты его начинаешь мотать, она, короче, короткая, она вся высыпается. И пух такой приличный получается. Прям даже на удивление. Заказчица получила. Очень довольна. И заказала еще 500 грамм. Так что вот. А это вот на нитку детская пряжа. Это прям с козлика. Она не очень пушится. Она вообще без ости. Вот совершенно, абсолютно. Ну и вот. Это все заказано, девчонки. Просто красиво. А нежная, нежная она. Вот что значит двунитка. Еще и спрятен нормально. Это с этого надо начинать. Да, Надежда Ивановна меня все время критикует. Говорит, ты плохо скручиваешь. Но я в этот раз скрутила. Гляньте, вот она сама пушится. Видите? А вот, а ты говоришь, скрутишь, не будет пушить. Ничего подобного. Ты ничего и не говорила вроде. Да говорила ты. Ну я стараюсь. Ну чушь, я стараюсь. Ну видишь, и это, короче, плотнее вязка намного. Она же этой тоньше, понимаешь? Красивенькая. Вроде, знаете, такая ничего особенного, но она прям классная будет. Ее сильно вытягивать не надо, наверное, будет. Ну да, наверное, я не знаю. Если сильно не надо, то на моих можно вытянуть. А если сильно, то... Не, не будем ее сильно вытягивать. Я считаю, что... Чтобы она такая плотненькая осталась. Да. Не будем сильно тянуть. Четко, чтобы были эти видны. Ага, да, чисто, чтобы зубчики растянем. Кайму, как вот там пока это в интернете, я не могу вязать. Не, а зачем? Ну красиво все. Зачем еще? Тем более ее все равно не видно. Тут вся косынка, она сейчас запушится, ни каймы вообще ничего не будет видно. Она вот такой будет. Все, прелесть. Так, ладно. Все, да очень красиво. Мне прям нравится. Так, ладно. Я же вам говорила, что здесь я посеяла астры. Астры, друзья, у меня вообще не выходят. И я уезжаю на неделю. Если я срочно не выпалю вот эту траву, то к приезду ни астры не будет, ничего не будет, потому что трава это все забьет. И я сегодня встала полшестого утра для того, чтобы прополоть свои грядочки. И высадить всю петунью и все растения, которые у меня еще остались, не высажены. И вот я вам предлагаю посмотреть, как я сегодня занималась на огороде. Я сейчас сижу в поезде, сама смотрю и говорю. Вот это да, утром на грядках, к вечеру уже в поезде, в двухэтажном. Едем в отпуск. Замечательно. Тюльпанчики, как видите, еще не завяли. Но можно сказать, что вот так мы и живем. Девочки, всем пока. Тороплюсь, пока есть интернет, надо успеть загрузить вам видео. Если понравилось, ставьте лайки, переходите по всем ссылкам, которые я оставила. Посмотрите, какую косынку я вам показала. Это вот та самая двунитка. Смотрится она вообще совершенно классно и шикарно. Из этого же пуха был связан платок серого цвета. Вот последний, который забрали, это из этого же пуха. И вот вяжется косынка. Очень нам нравится. И вот тот пух, который я вам показала светло-серый. Это тоже будет платочек. То есть пока я буду есть, вязальщица Надежда Ивановна начнет вязать платочек, я приеду, все довяжу, доприду. Все посылки оплаченные я отправила перед отъездом. Так что ждите получения. Вот. И у меня еще есть кадры. Я и чистотелом сегодня занималась. И в общем, пока-пока.